Ну а теперь снова к боевым действиям в Донбассе. За сутки там погибли 7 человек, ранены 15. Среди жертв, как сообщается, трое детей. В Донецке, как и в Луганске, снаряды обрушиваются на жилые кварталы. Днем один из снарядов попал на территорию детского сада. Ранено завхоз детского учреждения. Вот только что мы получили новый репортаж нашего собственного корреспондента в Донецке Николая Долгачева. Окраина Донецка, улица Северодвинская. Сюда попал снаряд, уничтожен гараж, сгорело два автомобиля. Обстрелы продолжаются. В зоне интенсивного огня мы видим густой черный дым. Это попадание в цех по производству картона. Сейчас интенсивно ведется огонь. Украинская армия не только не отводит тяжелое вооружение, это очевидно, по разрушениям в Донецке, но и продолжает активно его использовать. Смотрите, было, когда вот это все произошло. И не видела. Уже слышала, когда разорвалось все. Смотрю, дым валит и заражает. Какой перемирие! Не было ни одной минуты. Вообще спокойно. Всю ночь, вчера весь день, всю ночь вообще напролет. Такие были здесь выстрелы, такие взрывы были. Это просто ужас. По-моему, еще настолько интенсивного, того еще не было, как сейчас. Вот вам, пожалуйста, перед перемирием. Они, наверное, хотят уничтожить сразу все. До 15-го числа справиться. Мы надеемся, мы же хочем, чтобы был мир. Нам же не нужно это, что нас бьют каждый день. И днем, и ночью, не можешь, не раздеваешься. Люди здесь живут в одноэтажных стареньких домах. Даже подвалы не у всех. Убежище далеко. Спрятаться от снарядов украинской армии негде. Я уже заикаться стала. Потому что я вижу это все. У меня у соседки дом попало. У соседки. У меня 9 стекол вылетело. Я тут рядом дома тоже. Вот два раза попало. Горят дома в Донецке, в Макеевке, в Докучаевске. Украинская артиллерия бьет по всем городам, до каких может достать. В Горловке накануне вечером массированные отстрелы. Сразу четверо погибших. Трое детей из одной семьи. Мальчик и две девочки. Родители прятали их в самом безопасном месте. В ванной, где нет окон. Снаряд пробил потолок и взорвался прямо там. Родители в больнице у дома. Рыдает бабушка погибших детей. Дорожка любима моего внука. Ему три годика было бы в июле месяце. Вот немножко. Ребенок не дожил. Старшей девочке 14 в августе было бы. Артиллерийский огонь ведется уже несколько часов подряд. Никаких признаков того, что украинские военные готовятся к выполнению соглашений, подписанных в Минске, пока нет. Бои на нескольких участках фронта не прекращаются. Украинские военные используют привычную для себя тактику. Не сумев изменить ситуацию на фронте, стреляют по инфраструктуре и жилым районам. Бои на нескольких участках линии противостояния не прекращаются. Украинские силовики пытались, образно говоря, открыть крышку дебальцевского котла, разорвать кольцо окружения, в котором оказалась многотысячная группировка военных Украины. Безуспешно. Потери огромные. Тысячи солдат обречены. Николай Долгачев, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко. Вести. Донбасс. Продолжение следует...